Ну вы уже узнали. Это программа Хабаровск Спортивный. С вами Сергей Щербаков и Марьяна Гейт. Марьяна, я вижу, ты уже готова. А ты проверь. Солидно. А ты готов к труду и обороне? Ты знаешь, Марьяна, я как в детстве, когда был пионером. Всегда готов. Значит, стартуем? Поехали! 120 человек пришли сдавать бег на лыжах. Это одна из дисциплин комплекса ГТО. Можно считать, что это не только стат для лыжников и для как таковой дисциплины, но и в общем для ГТО 2018. Новый год, новый отчет и новые требования. Норматив по бегу на лыжах на 5 километров стал немного проще в этом году. Правда, не для всех, но мужчинам и женщинам старше 40 лет для его выполнения на золотой знак накинули лишних 10 секунд. Хотя есть такие представители старшего поколения, которым фора не нужна. Я по плаванию занял первое место, потом я в беге. Прошел хорошо. Отжимания, подтягивания. Отлично. Одно знак имеете? Есть какой-то значок. Дали мне золотой липой какой-то такой. Ну, я подтягиваюсь раз 25, отжимаюсь раз 50, поэтому нормально. То есть вы даже не знаете, какой вам знак дали? Да какая разница, у меня столько-постольку. Для тех, кто не такой сильный и быстрый, как 68-летний Михаил Дмитриевич, нормативы в обязательных дисциплинах также упростили. На золотой знак те, кому за 40, будут выполнять на одно отжимание меньше. Вместо 29 – 28 раз. А у людей с избыточным весом в этом году появилась альтернатива подтягиванию на высокой перекладине. То же самое, но на низкой, уперевшись ногами. Так как в основной своей массе тесты ГТО стали немного проще, можно предположить, что хабаровчан, которые получат знаки отличия в этом году, будет больше. Плюс ко всему, само движение становится более массовым. Свыше 14 тысяч хабаровчан приняли участие в сдаче комплекса ГТО в 2017 году. Знаки отличия получили более 9 тысяч человек. Причины присоединяться к этому движению у каждого свои. Я хожу сдавать ГТО, потому что я коллекционирую значки. А мы посмотреть, поболеть пришли, да, Димит? Димит, выключать папу. Прививать ребенку спорт с детства. И я почему-то тоже захотела пробежать. Поэтому на следующий год, я думаю, наверстаем. Да слушай, а как без этого жить-то, елки-палки? Это же не скучно, в конце концов. А здесь с молодежью бежишь, а еще если обгонишь их, то вообще класс. Ребята, ну что, надо вставать с дивана, брать лыжи, лыжи бесплатно дают. И идти заниматься спортом. Ура! Инвентарь сотрудники спорткомплекса «Энергии» подготовили на всех. Лыжня накатана как следует. Остается пройти медосмотр. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства. И зарегистрироваться на сайте gto.ru. Еще желательно заранее потренироваться. Все-таки организм должен привыкнуть к определенным нагрузкам. Сколько вам еще бежать? Третий круг прошел, полет нормальный. Силы есть? Второе дыхание скоро откроется. Но пятикилометровую дистанцию выдержали далеко не все. Я все, да. Вы сошли с дистанции? Да, я последний раз бегал в школе еще. На следующий год буду пробовать. Вес сбросил, иди повыше. Бег на лыжах, так же как и турпоход, стрельба и плавание – это дисциплина на выбор. Не получается одно – есть чем заменить. Обидно, когда нормативы обязательных тестов, куда входят подтягивания, бег, прыжки и так далее, не сдают люди с богатым спортивным прошлым. В силу, скажем так, не знаю, каких-то этих вот наклон для меня тяжело дается. Гибкости не хватает? Да, гибкости не хватает. А в следующий раз, кто хочет попробовать свои силы, это можно будет сделать 28 апреля. В спорткомплексе «Юность» там можно будет сдать, так скажем, обязательную программу, а также плавание и стрельбу. А что касается бега на лыжах, то только уже в декабре. Это была программа «Хабаровск спортивный». Слушай, Марьяна, ты там не замерзла? Нет, Сереж, знаете ли, я там очень активно двигалась. Кстати, пойдем сдавать ГТО? Пойдем. А справка у тебя есть? В процессе. А нужно поторопиться, потому что самое время регистрироваться на сайте, и можно подавать уже заявки. Договорились. Договорились. Мы по традиции. Болейте за наших. Пока. Продолжение следует.